Варгейминг.нет представляет прохождение товарища Атомного. Варгейминг.нет представляет прохождение товарища Атомного. Штаб-прием. Вышли к указанной позиции. Командование прием. Выходим на цель. Штаб-прием. Заняли акваторию боевых действий. Переходим в боевой режим. Цель захвачена. Координаты сектора обстрела получены. Наводим орудие. Запрашиваем разрешение к атаке. Запрашиваем разрешение к атаке. Запрашиваем разрешение к атаке. Говорит командование всем подразделениям. Атака разрешена. Повторяем, атака разрешена. Массивный штурм 1. Первая революция. Международный архив свободных наций. Турланд. Планета Анубис. Фонд 12. Опись 31. Документ 28. Первая война за новые миры. Хроника Хартона. 2056. 15 июня. Окончание Третьей мировой войны на Земле. Победа Демократического Альянса. Полный разгром стран оси зла. 2058. Март. Образование свободных наций. Всеобщим тайным голосованием граждан Земли избрано Объединенное правительство свободных наций. 2058. 2090. Новый золотой век. Эпоха невиданного процветания, величайших научных открытий и глобальных технологических достижений. 2071. 2081. Декада космических исследований. 8 космических экспедиций отправляются на поиски внеземных цивилизаций в отдаленные уголки галактики Млечного Пути. 2090. 12 октября. Октябрьская катастрофа. Аравийские и русские нефтяные бассейны, а также крупнейшие урановые шахты одновременно уничтожены террористами-самоубийцами. 2094-2101. Период хаоса и революции. Земля вступает в полосу всеобщего экономического упадка, голода и нищеты. Беспорядками охвачены даже самые благополучные регионы. 2095-2096. Упадок свободных наций. Всемирный альянс распадается на части. Формируется Центральный Африканский Союз и ряд других независимых союзов. 2096-17 декабря. Панамское восстание. 2097-й. Германская революция. Гражданская война Финляндии. Аргентино-Японская война. 2098-й. 30 апреля. Четвертая русская революция. 2099-й. Лига. Руководимая региональными лидерами с диктаторскими амбициями, при поддержке ряда крупных военных корпораций, стремящихся к мировому господству, эта всепланетная конспиративная организация выходит из подполья и заявляет о своем существовании. 2100-й. Начало глобальной революции. Мир силой, братья. Организует и возглавляет мировое революционное движение, которое быстро охватывает все населенные континенты. Ослабленный Союз Свободных Наций вынужден восстанавливать свои вооруженные силы. Peace through power. 2101-2109. Триумф Лиги и нагнетание международной напряженности. Канун Четвертой Мировой Войны. Тоталитарный режим установлен в 86 странах мира. Лига провоцирует локальные конфликты на границах свободных наций. Враждующие альянсы готовятся к новой мировой войне. 2112-й. 15 ноября. Открытие новых миров. Центральная космическая обсерватория Близканберы получает сообщение седьмой галактической разведывательной экспедиции об обнаружении звездной системы с пригодными для обитания человека и богатыми ресурсами планетами. Начало Великого Исхода. 2114-2126. Массовая иммиграция. Сотни миллионов людей отправляются на недавно открытые планеты, где строят базы, города и основывают новые государства, многие из которых объявляют о своей независимости. Ресурсы, поступающие из новых миров, приводят к военному превосходству свободных наций. Угроза войны на Земле устранена. 2127-2129. Лига заключает секретные союзы. Лига снова уходит под поле и начинает подготовку к мятежу в колониях. Путем политических интриг и подкупа в новых мирах создается секретный союз стран, сторонниц Лиги. 2129-25 июля. Мятеж на планете Ноблраст. Секретный союз Лиги на планете Ноблраст начинает открытое вооруженное восстание. Все остальные страны разбиты и захвачены в течение нескольких дней. Происходят приграничные столкновения на планетах Антарктикус, Бизария и Анубис. 2129-й. 1 августа. Начало первой войны за новые миры. Свободные нации создают на новых мирах свой секретный союз. Вместе с тем, многие колониальные губернаторы отказываются сражаться за свободу и демократию в надежде защитить территории своих стран с помощью местного ополчения. Вскоре выясняется, что ни одна из стран или планет не может стоять в стороне от разгорающейся борьбы не на жизнь, а на смерть, впоследствии названной Первой войной за новые миры. Военная доктрина секретных альянсов. Стратегия Лиги была коварной и безжалостной. Сначала она раскрывала лишь одну из своих стран-союзниц и атаковала соседнее нейтральное государство. Затем, постепенно раскрывая своих новых секретных союзников, она нападала и захватывала другие страны, превращая локальный конфликт в глобальную войну. Вскоре свободные нации стали использовать ту же военную методику, раскрывая своих секретных союзников одного за другим. Чтобы отрезать Лигу от ценных ресурсов, им также приходилось оккупировать нейтральные страны. Конфликт разгорался, словно лесной пожар, охватывая все новые и новые страны и планеты. Только революция, только победа, товарищи. С вами Легат Атомный, и это архивный интерфейс, который посвящен первой галактической революции. Капиталисты называют ее несколько иначе. Я расскажу вам о событиях, которые происходили в прошлом, и в которых участвовал мой прадед Атом Атомный. Соответственно, я продолжаю нашу военную традицию семейную. Как-то вот так вот. So, I am Легат Атомный, of the Phantom League forces, and today I represent you the historical archive program, which helps to reconstruct and show the battles of the past, which we call the First Galactic Revolution. Well, capitalists name it different way, but we call it it Galactic Revolution. So, everything is shown, this majority of missions are shown from the perspective of capitalists, but still we have missions that are concerned of the revolutionary force. But, still, there are missions that are dedicated to and the companies that are just revolutionized. Apart from that, I want to say, that in Russian version, you will not find the Storm Storm I adapted it from the English version. So, this is the fifth episode, the Ice Storm is not available in a Russian version, and I translated it and added it to the battle interface by my own. And, несмотря на то, что пятая кампания и четвертая, на самом деле, все идет в такой порядке, что вначале идет Ледяной Шторм, а потом Пламя Революции. So, in spite of the fifth chapter is last, it follows earlier than the fire of revolution. So, we start from the Ice Storm. Ледяная планета Антарктикус имеет особую ценность для дела революции. Вам следует разрушить коварные планы капиталистов и разжечь сердца жителей этого ледяного мира. The Ice Planet Антарктикус has a special interest for revolution. We need to destroy the plans of capitalists and burn the hearts of citizens of this icy world. Поехали, товарищи. Посмотрите на этот замерзший мир, командир. Это Антарктикус, планета с вечной мерзлотой. Look at this frozen world, commander. This is Antarcticus, the world with the eternal winter. Несмотря на свой тяжелый климат, Антарктикус богат ценными ресурсами. Правительство капиталистов сформировало здесь свой секретный союз. Despite its hard conditions, Антарктикус is rich of available resources. The capitalist governments formed here their secret alliances. Малое королевство Frostfield и Цезария первые пособники врага, которые уже развернули свои войска для интервенции. Small kingdoms like Frostfield и Цезария are the first allies of the enemy. And they already deployed their forces and ready to invade. Вы здесь, чтобы разрушить коварные замыслы OCN. You are here to destroy the evil plans of Feinu. Однако наши два союзника, Аррибан и Камбургия, слишком слабы, чтобы противостоять сильному врагу. But our allies, Аррибан и Камбургия, are too weak in order to withstand the attack of the enemy. Мы должны расширить число наших союзников на Антарк-Ньюссе. Новая Польша подходит для присоединения в состав Лиги. We need to enlarge our allies in this planet. So New Poland suits for that. Атакуйте ее с западного и серверного направлений. Раздавите местное сопротивление как можно быстрее. Attack the new Poland from all sides and crush their resistance as fast as possible. Затем сконцентрируйте свои силы против Фростфилда и Цезарии, раздавив их одно за другим. Then concentrate your forces on Фростфилда и Цезария and crush them один за другим. Ради революции вперед командир. Для революции идти вперед командир. Вновь в бой генерал боевые действия. Итак двигаемся. Вы видели что мы играем на тяжелой сложности. Вы видите что я играю на тяжелой сложности. Я знаю это боевые действия очень хорошо. Я знаком с боями очень хорошо. Но это воевал мой прадед Атом. Итак начинаем размен войсками с этой стороны. So we are holding up here and trying to exchange fire with the enemy. А здесь мы начинаем вторжение. вообще-то лучше его начать немножко иначе. Хорошо подумаем. Самое время генетика. Да мы инвейдимем. Все вторжение началось. Смотрим что из этого получится. Конец фазы. End phase. А я хочу на самом деле приобрести как минимум один транспорт. Наверное с этой стороны лучше его приобрести. So right now I'm deciding to make at least one transport and one artillery unit. И одну арт установку тоже закупить. New Poland raised up their resistance but it is for trial. New New Poland put their partyzans but their resistance is impossible. Now I try to motivate the enemy to Ступить на нашу территорию и вызвать партизан. So now I'm motivating the enemy to attack our territory and to activate our partisans. Так, двигаемся. Okay, we managed to destroy the enemies. Отлично, мы смогли распределить атаку таким образом, что почти выбили всех противников Посмотрим, будут ли они штурмовать наш фронт Так, предпочитаю ракетную артиллерию И еще один транспорт И еще один транспорт Транспорт – это ключ к победе А транспорт – это ключ к победе О, да, да, капиталисты invaded those капиталист pigs and mercenaries На нашу страну вторглись капиталисты И сейчас мы отразим эту атаку Ваше мнение, боевые действия? Итак Двигаемся сюда Что мы можем себе позволить? Да мы много чего себе можем позволить Окей, мы видим, что мы можем обеспечить здесь О, мы можем сделать так много вещей With those капиталисты pigs Destroy them at once Уничтожить Всех врагов Коммунизма Итак Все Десанты готовы к наступлению Окей, so the forces here are ready to attack Да, войска готовы к наступлению Столица захвачена Новая Польша присоединена к Лиге Фантомов So the new Poland now is a part of the League of Phantoms Glory to the Union Мобилизация Так Давайте-ка Перекроем наши границы От паршивых Даже вот тут не надо Потому что они сюда все равно не достигнут От паршивых капиталистов Yeah, let's closed borders From these Capitalists Мессенджеры Вы уверены? Those dirty bastards Погнали Двигаться Поскольку В Лиге Двуязычие Принято Поэтому я использую Два официальных языка Лиги Английский И Русский Так Так Окей Отлично Концентрируем наши силы We have the superior firepower So I concentrate them In order to destroy enemy forces Так Концентрируем огневую мощь Для того, чтобы вырубить Вражеские силы Даже можно больше Сделать Отменим Вот это Движение Танка У нас Десант Возможен Проехать Аж вот сюда Отлично Вот Вот это Прекрасно Окей Итак Мы концентрируем свои войска Окей Мы Отменим Все наши силы На фронтлайн Для Отменим На фронтлайн Еще есть резервы Да, да, да Стрелять Теперь у нас есть возможность Стрелять Прекрасно Нужно побыстрее Вторгаться На территорию Противника А у нас Есть морской транспорт Окей Мы требуем Встрелять Отлично Значит Морской транспорт Сейчас Очень пригодится Вот здесь Вот возьму Морской транспорт Возможно Даже две штуки Окей Я Ордер Два Стрелять И Теперь Мне нужен Еще один Аннигилятор А здесь Конец хода Окей Это конец Что мы покупаем Здесь Хорси Морской транспорт Белый 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 Так что Ты помнишь Это Итак А в чем Смысл Значит Танк Вот этот Десант Живо Грузит Этот танк И уходит Отлично Мелкоход Танк Еще один Танк Все Войска Почти Загружены Двигаются Вперед Окей Что я планирую Делать Я планирую Вот этими Морскими Десантами Высадиться Сразу На две Территории И блокировать Закупку Держаться Здесь Пока буду Выбивать Вот эту Территорию Я планирую Блокировать Все Реинфорсменты Двух Сминутан И Попробую Сторож Здесь Здесь Вот такие Вот Замыслы Посмотрим Как они Получатся Так Давайте Смотрим Что Будет Будет Вы Уверены Вред Да Инвейд Да Мы Вторгаемся На территорию Противника Столица Захвачена Столица Под Нашим Контролем Столица Под Нашим Контролем Вы Двигаем Следующая Звено Танков Я Рассчитываю Каким Образом Можно Двигаться По-другому Так Ваше Решение Отдохнем После Войны Отлично Окей Мы Вновь Столица Захвачена Я Пробую Добавить Капитал Захвачен И Я Попытался Захватить Столицу У меня Это Получилось Сейчас Я Использую Цепь Транспортов Для Продления Атаки На Более Далекие Рубежи Окей Я Сумел Отправить Свои Войска На Более Далекие Дистанции Теперь Я Рассчитываю Как Я Буду Атаковать Как Я Атаковать Как Без Атаковать Я Решил Вот так Сконцентрировать Свою Атакующую мощь Это Как Я Делал Концентрировать Мой Файл Атаковать Отлично Я Сатисфайд Семен Я Доволен Этой Атакой Больше Танков Сюда Давай Арт Установку Одну И Еще Ракетницу Окей Я Нужу Артиллерий Протформ И Рокет Лауншер Посмотрим Что Вы Дет Из Этой Атаки Let's See What This Attack Will Look Like Так Нет Cancel That Ммм Отлично Я подготовил Транспорт Для Атаки Танк Взят Транспорт Не могу Никакого Подкрепления Подвести сюда Поэтому Придется Импровизировать Продолжаем Продолжаем наступать Продолжаем наступать Сюда Окей Нужна ли мне Эта Атакующая мощь Сейчас Вот Такого Нет Это Отступает Полностью Назад Подвигается Сюда Окей Почти Получилось Выбить Противника Партизан Он установил Да Я помню Насколько Установил Вроде Партизан Так Транспорта И готовятся К штурму Ну Здесь Танки Будут Двигаться Вперед Окей So Here I will Эй Снаряды Еще Есть Oh We can Fire Мы можем Еще Стрелять Ага Так Тогда Перенесем Мы уничтожим Танк Это более опасный Противник Все Мобилизация У нас уже Здесь Нет сил Поэтому Придется Мобилизировать Сюда Робота Вообще Хотел бы I wanted To Take One Bot But I have No Resources For that Но у меня Нет для этого Ресурсов Здесь Танк Окей One One more Small Food Один Мелкоход Готов К бою Отлично Боевые действия Я доволен ходом боевых действий Мы блокируем закупку в еще одной стране Хотя не так это делается Мы блокируем Тук-тук Тук-тук Мы не можем далеко удвинуться Мы не можем далеко удвинуться Хорошо подумали Самое время генерала Мы блокируем вот этот пятачок И это позволит нам Достаточно длительное время держаться Так, теперь мне нужно рассчитать Маневр Не хватает немного маневра Для того, чтобы Ну Организовать цепь транспортов Так Что у нас здесь А у нас здесь Артиллерия сюда Двигается Окей Я убираю танк Для избежания лишней потери Я убираю танк Для избежания лишней потери Так, этот погрузится на следующий ход Так, что у нас здесь С погрузками Все вроде нормально Ааа, everything seems ok Так, взял артиллерию Ааа, сюда погрузить я ничего не могу I can't load there Anything else Ну, пока все Пока все Посмотрим статистику Let's see the statistics The pictures of the different forces changed with the wrong places Итак, окей И 32 миллиона потери А здесь еще были не миллиарды Ааа, потери So, I'm broadcasting like this As the archives of the first galactic revolution If you want to see the second galactic revolution And the victory of the Phantom League You can watch the other episodes of mine And also the general mode Where I want the battle against the generals of the Feenei Мобилизация Да, вы можете посмотреть записи моих боев Уже во второй галактической революции Хорошо подумали? Да Боевые действия Угу Окей Ну, нет-нет Так, мы держимся здесь Транспортная цепь невозможно сделать I cannot complete the transport chain So, I will do the other thing Я делаю высадку транспортом и захватываю столицу Ааа, I've captured the capital of the, uh, Cesarea Аа, я захватил столицу Cesarea И теперь у них не может быть прибыли И даже если эти войска сильно пострадают Ничего капиталисты не смогут сделать So, the capitalists cannot do anything Right now Окей Так, я передислоцирую войска Для того, чтобы удобнее было распределять Атаку Ааа, первым-наперво нужно, конечно, вырубать танки Это бесспорно И на самом деле я хочу вырубить вот здесь Нет Мелкоходов So, I'm trying to attack the, uh, tanks and the small foods, LBMs Uh, that, uh, blocks that could erect this tank in order for him to survive Значит, потому что нам необходимы наши революционные силы для победы и успеха Потому что, though the capitalists think that we, uh, are merciless to our own forces In real life, we try to save as much as possible Отлично Ааа, я поменял все, эээ, войска в этот И сейчас куплю одному бота Окей, I exchange all the forces to my other transport And I will use this in order to be closer to the, uh, bot that I'm wanting to buy Наконец-то первый бот приобретен Ааа, страус Модели страус К сожалению, мы потеряли один морской транспорт Ааа, one, uh, sea transport is destroyed and that's a shame Ааа, what I want to make is Ааа, make a control point Рев Сноу, what? Да, control point is made Так, отлично Ну что Время грузиться, да? Погрузились на транспорта И продолжаем движение Мы продолжаем наш штурм У противника Нет, нет никаких шансов выжить Поздравляем, вы установили контроль над страной Фростфилд, секретным союзником врага Репарация 8 И на этом конец этой архивной записи Только революция, только победа И это все, что это за революционный рак-хунтер Только революционный рак-хунтер, только революционный рак-хунтер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok